Это мой любимый русский вырежет. Ты дебил, что ли? Нас охуелос. Поведитель испанский мат. Хотя для нас это спокойно. Hola amigos, bienvenidos a Espanol con Kiki. Добро пожаловать. И сегодня очень почетный гость, Джостин. Всем приветики. Джостин хочет учить испанский, поэтому мы знаем, что есть некоторые слова на русском, которые одинаковые на испанском. И, наверное, вы не знали. Джостин должен угадать эти испанские слова, зная русский язык. Хорошо? Ты готов? Ну, посмотрим, как это получится. Как ощущение? Ну, я думаю, что это было немножко сложно, поскольку я очень плохо знаю испанский. Ну, посмотрим, как это получится. Буй вен. Первые слова. Вена. Это вена, это... Ну, фишка в том, что это тоже похоже на русское слово. Это как веня. Человек. Нет, это не название человека, веня. Вена. А, вен. А, вейн. Я не знал, как это было на русском, я знал на английском вейн. И по-испански одинаковые, просто чуть-чуть другое произношение. Слющи. А, сой, я. Сой, сой-я. Ага. Сой-я. Это, вен, похоже на русское слово, да? Сой-я. Сой. Сой. Не знал. Сой. Сой. В поиске мелк. А, сой. Хорошо. А, сой, как в сой мелке, на английском сой-я. Хорошо. Понятно тогда. Эти слова, которые мы подбирали, они обычно не имеют никакой связи с английском, поэтому у тебя здесь русский должен помочь. Вино. Это, конечно, понятно. Это же мое любимое красное вино. Ага. Но на испанском бино. А, бино. Да, вообще, как мне очень сложно, это что они говорят там... Ну, припоследний слог. И бе. Как будто, ну, одинаковый сигарет. Это как огромная разница, но они не слышат эту разницу. А, библиотека или библиотека. Библиотека. Прекрасно, у тебя прекрасно, бэйби. Библиотека. Ну, библиотека. Ага, библиотека. Музика. Музика, так же, как на английском и на русском, да? Ну, music. Music. А на испанском, как на русском. Мусика. Мусика. Музика. Мусика. So, also with a... Тоже с буквой А. Мусика. Могу. Могу. Лупа. Лупа? Лупа. Лупа. Ну, наверное, сидите то же самое на русском, да? Лупа. Лупа. Это какой-то минерал? Лупа. Что такое лупа? Не знал, почему это. Магнифайер? А, магнифайинг глаз? Ага. Лупа, yes. Магнифайинг глаз. Лупа, я не знал, как это было на русском. Очень полезно. Не думаешь, что я прямо искал это слово, но когда-то было совпадение, то точно никогда не соблюду то слово. Лупа. Луна, да, это же moon на русском языке, так что как раз вот это слово значит. Луна и луна. И это глагол. Халлойтар. Сейчас я переделал мой почерк ужасный. Хабитар. Абитар. Это х. Абитар. 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 Да, я вот уже заметил, что есть много похожих слов, как и на испанском, и на русском языке. Там есть на испанском учиться как уна-таса. Это в принципе как а-бол, какая-то, но немножко. Ага. И у вас в русском языке есть унитаз, да, как в школе это есть. Унитаз это тоже как бы такой бол. Я думаю, что это не совпадение. Я не знаю, если честно, это не может быть совпадением. Да, наверное. Я хочу поделиться с тобой, что иногда я не знаю, что моя фамилия может быть немного оскорбительной на русском языке. Сейчас я тебе напишу. Я не знаю его фамилию. Ты сейчас узнаешь. Это очень такая распространение. Эрнандес. Ага. Почему оскорбительный на русском? А, потому что один раз я поехал с друзьями, мы были в аэропорту, и, соответственно, я остался с чемоданами там, чтобы они пошли на стойку, регистрацию. А ты знаешь, вот девушка, которая стояла у стойки, она говорила, «А где вот это ХЕРНАНДЕС?» ХЕРНАНДЕС. Как херня? Хреня? Ну да. Да, хреновый. «А где вот эта херня?» «А где вот эта херня?» Ты знаешь, мне просто было так смешно. Я знаю, что там можно видеться, но... «Где вот эта херня, Андрес?» Это прекрасно. Прекрасно. И у нас тоже есть такие смешные слова для русскоговорящих, но как Джостин очень хорошо говорит по-русски, наверное, для него это тоже смешно. Он ничего не видел, эти слова. И первое. Да, на испанском это «ракушка». Как это сексуальная позиция? «Ракус»? «Лэкшел». Ааа, понял. Да, ну в Аргентине это матерное слово, тоже это значит, как женская часть. Ааа. По форме, наверное. Узнать. «Дура». Да, ты слышишь как «дурак». Ну, даже и «дура». Иногда так говорят тоже, да? Ага, твердый, «дура». «Дура». Если она мухердура, она как такая сильная женщина, она мухердура, как не обломаешься. Суровая. «Фалос». «Фалос». Как на русском «фалос», «фалос», «фалос». Нет, здесь не понимаю. Здесь будет анатомия мужского поля. А, ты вижу как «ам». Ну, во-первых, помните, что на двойной «л» имеют другой звук. А, «фай», «фаджас». «Фаджос». «Фаджос», да, как ошибки. «Фаджос». Да, но если неправильно прочитать, получается как мужского... Ты знаешь. «Дебил», это мой любимый русский выражение. «Ты дебил, что ли?» «Дебил», «славы». «Славы». «Дебил». Гораздо более познавательное значение. Да, «дебил». «Курва». «Курва». Случай как английский «curvy» какой-то. «Курва». Это, ну как, мы должны были звучать как русский матерное слово, то есть «пуебло», «пи», нет. Да. «Пуебло». «Ебло». «Пуебло». А, и бля. Вот так? «Пуебло». «Пуебло». «Деревня». «Ебло» как? «Пуебло». «Поведитель испанский мат». Ну, хотя для нас это спокойное. «Лас». Охуе «лас». «Пара ми не ета». «Лас охуелос». «Пара ми не ета». «Лас охуелос, пара ми не ета». Это все нормально. «Охуелос» это значит хлопья, как завтрак. Вот так. А хлопья, а, я внук, он как хлопья. Нет, нет, как завтрак. «Пара». «Фор май», «Пара ми». «Не ета». «Не ета». «Внучка». 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 «Ахуела для моей внучки». «Ми не ета». «Не не ета». Миньета. Что ты говоришь? А, миньет, боже. Молодец. Сеньор Джостин, muchas gracias. Ни за что. Получаю честь. И, ребята, Джостин, у него есть канал, там очень интересный материал, если вы хотите учить английский язык. В твоём канале ты рассказываешь, как живётся в России, и, правда, это очень смешно, очень классное видео у тебя есть, поэтому, ребята, заходите на мой канал, вам точно понравится. И, ребяточки, я могу вам сказать так, что у меня уже получается, скажем, гораздо легче, но не так легче, чем я подумал, чем учить русский язык, потому что, когда я изучал испанский, то уже с произношением очень сложно. Почему-то с русским, я думаю, что это более фонетически. Вот это очень-очень чётко и ясно, а я уже вообще немножко страдал в испанском, хотя получается, и думаю. Но я уже изучал три недели в испанском языке именно у Энрике, так что поэтому я думаю, что это круто получается, это сложно, но да, если вы как-то сомневаетесь, ну, будет сложно или нет, то это всё получится у вас, можете с ним учиться. Да-да-да, спасибо. Я учу английский с твоими видеоуроками, пожалуйста, и поэтому... Ты очень прекрасно говоришь по английски. Красиво, правда. Спасибо, ребята. Адьёс! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok